Приветствую! Вы смотрите Хатлайн видео и сегодня я предлагаю познакомиться с планшетом-навигатором CMAX TG730. Чего здесь больше, планшета или навигатора? Что это, золотая середина или ни рыба, ни мясо? Да и вообще, стоит ли его покупать? В этом видео вы найдете все ответы. Коротко рассмотрим комплектацию и дизайн устройства. В хорошей качественной коробке, помимо самого девайса, находится обширный набор аксессуаров. Инструкция и гарантия, два зарядных устройства на 12-220 вольт, наушники, чехол, подставка, а также крепежно-лобовое стекло и лицензия на VTEL. Именно последние два пункта превращают этот планшет в автомобильный навигатор. Сам девайс выполнен в простом стиле. Везде обычный черный пластик, чуть зернистый и приятный на ощупь. Спереди крупный 7-дюймовый дисплей и объектив фронтальной камеры. Сзади отверстие динамика и основная камера. Необходимые разъемы, слот для карты памяти, две управляющие кнопки – все это собрано на одной из боковых граней. В целом 730-е оставляет впечатление приятной скромности. Единственное замечание – слишком уж большие габариты устройства и его крепления, из-за чего перекрывается часть лового стекла автомобиля. Все-таки оптимально мне видится 5-дюймовый навигатор. Хотя поиграть в птицы-свиней или посмотреть новую серию супернатуралов, конечно, удобнее на 7 дюймах. А что еще умеет 730-й? Начнем с того, что Simax DG730 имеет современную версию андроида, а потому представляет собой полноценный планшетный компьютер, на который можно установить массу приложений. К примеру, в тестовой версии девайса было установлено несколько браузеров, читалка для книг, диктофон, мультимедиаплеер, скайп, калькулятор и прочее. Отдельно стоит отметить приложение Daily Road, которое заменяет собой видеорегистратор. Максимальное разрешение равно 1280 на 720 точек. Длительность отрезка ролика и режим съемки выбирается пользователем. Также есть фоторежим. Качество видео на ожидаемом в средне-хорошем уровне. А теперь перейдем непосредственно к навигации. Я специально оставил этот пункт напоследок, так как в девайсе установлена стандартная навигация Navitel, уже знакомая многим автолюбителям. Плюсы Navitel – это широкие возможности настройки. Минусы – также широкие возможности настройки. Так можно выбрать различные предупреждения при вешении скорости и камерах. отфильтровать выводимые точки интереса. Настроить маршрут с учетом разных дорог или паромных переправ. Выбрать опции масштабирования и отображения в 3D и прочее. Все это спрятано в настройках главного меню. Также здесь присутствуют опции управления и просмотра маршрута, поиск нужного объекта по адресу, истории, записанным ранее точкам, и раздел для обновления карт Navitel. Кстати, поэтому абсолютно невозможно говорить о детализации карты. К примеру, в тестовом устройстве стояла карта Navitel, которая предлагает 50 тысяч населенных пунктов и 425 точек интереса. Но можно, к примеру, купить карту Киева и основных дорог Украины, а потом докупить отдельно карту Донецка, Львова или Бердичева. Можно добавить карту дорог ближнего зарубежья. То есть покупатель сам выбирает то, что ему нужно. Сама карта выполнена в банально серо-зеленых тонах. Есть возможность отображения карты в 2D или 3D режиме. Также есть функция контроля пробок, функция фирменного чата и наблюдения за погодой. Но для всех этих функций нужно подключение к интернету. Кроме того, на главной странице карты присутствуют кнопки масштабирования, простановки значков ДТП, камер скорости, дорожных работ, выбор режимов просмотра карты. Все данные о маршруте отображаются в левой части дисплея. Направление, скорость, дистанция. А теперь постараемся подвести итог. На момент обзора CMAX 100G730 стоил порядка 2000 гривен, а это достаточно много за обычный 7-дюймовый планшет. Но не забываем, что здесь уже установлена карта Navitel, которая стоит 400 гривен. В комплекте присутствует крепеж для лобового стекла. И здесь установлена также программа, которая заменяет видеорегистратор. Поэтому покупка CMAX 100G730 оправдана в том случае, когда вы хотите получить все вышеперечисленное в одном флаконе и готовое к работе сразу из коробки. На этом все. Позвольте откланяться и до следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok